17-1. Такова домашняя статистика Протона в этом сезоне чемпионата России. В шести проведенных на своем паркете матчах наши волейболистки отдали соперницам всего одну партию. Пять игр закончились сухими победами саратовчанок. Подмосковное Заречья Одинцова тоже не смогло подпортить показатели Протона. Главный тренер гостей после матча в Саратове признал, что его подопечные были слабее на два порядка. В чем это выразилось, выясняла наша съемочная группа. В стенах Фока Звездной состоялся зрелищный волейбольный поединок. С первых минут Протон вырвался вперед. Несмотря на все попытки соперниц из Подмосковья, победа в первой партии осталась за саратовским клубом. Вторую партию наши волейболистки начали также уверенно, увеличивая разрыв в счете с каждой минутой. Команда Заречья Одинцова пыталась отыграть очки, но к середине второй партии стало ясно – Протон не упустит инициативу. Болельщики поддерживали девушек, верили в их победу. Я думаю, что да, уверенная победа будет. 3-0. За своих, за Саратов, за Протон мы болеем. Отлично играет, хорошо играет. Спасибо Юрию Борячу. Собрал молодых, талантливых девчонок, вывел их в Суперлигу, и они играют на высшем уровне. В третьей партии соперницы заиграли. Но уступать такую желанную победу саратовские волейболистки не собирались. На один гол команды Заречья Одинцова приходилось три мяча Протона. Уверенно шли к чистому результату. Он не заставил себя ждать. Итоговый счет матча – 3-0 в пользу саратовского клуба. Как обычно, после игры отдохнем. Может, даже два выходных. Там зависит от графика. И будем работать. Первый цикл – больше физические нагрузки, а потом в зале тактика. Следующая игра запланирована на 24 декабря. Саратов примет гостей из Санкт-Петербурга. Игра пройдет в стенах родного «Фока Звездной». Дарья Плющева, Александр Соболев, Максим Андрощук. Вести. Саратов. Дарья Плющева, Александр Соболев.